Губернатор Приморского края Олег Кожемяка провел еще одну встречу с вынужденными переселенцами из ДНР, ЛНР и Украины, прибывшими в регион на прошлой неделе. Глава региона ответил на наиболее волнующие людей вопросы, связанные с ипотекой, пенсионным обеспечением, медицинским обслуживанием. Люди, в общем-то, настроены жить здесь, работать в Приморском крае. Мы должны, в принципе, создать условия в понимании того, что люди лишены всего. Как бы кто ни говорил о том, что вот приехали, им там представляют все, вы знаете, ну, приехали не от хорошей жизни. Во время встречи все желающие смогли получить консультации по трудоустройству. Вакансии представляли крупные судоремонтные предприятия находки, сфера ЖКХ и строительные компании. Пенсии прибывшим могут быть оформлены по упрощенной процедуре. Например, два свидетеля подтвердят трудовой стаж человека на судебном заседании, которые проведут прямо в пункте временного размещения. Мы будем делать так, чтобы вы с этими проблемами меньше сталкивались. Вот, то есть, здесь мы будем смотреть, как сделать так, чтобы устойчивая жизнь не была нарушена и условия пребывания соответствовали. По информации Центробанка, обмен гривен на рубли идет по курсу 2,5 рубля за гривну путем зачисления на карту. А на вопросы о получении гражданства ответил начальник управления по вопросам миграции ОМВД России по Приморскому краю Владимир Чекменов. Он пояснил, что в течение трех дней граждане Украины получат статус «Временное убежище». После этого люди смогут принять участие в программе по переселению соотечественников, которая предусматривает выплату 164 тысяч рублей единовременно на каждого члена семьи. В конце встречи переселенцы выразили благодарность приморским властям за оказанный прием и внимание. Артем Белов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.